Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Продолжаем катать в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. Сегодня мы пройдем с вами испытания на Ханзу Хазаши Скорпиона на уже высоком уровне сложности. Давайте начнем с первой башенки. У нас только бронзовые персонажи и здесь уже будет действительно немножечко даже хардово. Поэтому выбираем фильтр на бронзу обязательно. И также составляем себе фильтр посортировочный по атаке. Где он у нас? Вот он у нас. И вниз, пожалуйста. Мне так удобнее. Ставим себе Монаха в качестве основного персонажа. В качестве дополнительных можно поставить Серая Рю. И, допустим, я не знаю даже кого взять. Давайте Линьку я возьмем. Пусть будет, как говорится. Ну и нам надо первые два матча всего лишь выиграть. И дальше уже пойдем за Они играть. Они вместе со спецназовцами. То есть солдатом и сержантом. Неужели без спецназовцев всего два получается? Видимо, да. То есть два спецназовца, три мастера единоборств, один из преисподней. Это уже шесть. Ну и, естественно, там еще три этих... Три чувака из внешнего мира, да, получается? Или два. Подождите. Они из этого. А кто еще там из внешнего мира-то, получается, есть? Давайте быстренько добьем ящера. Дальше выбегает у нас Ермак. И с ним мы тоже быстренько, я думаю, разберем сейчас. Первый пошел. Отлично. Вот на серебряного можно первый использовать. В принципе, хватит урона, добить его. У него очень много здоровья, особенно у Ермака, поэтому... Без спецприема было бы дольше. Получаем немножко монеты. И у нас совсем скоро будет лям. Я думаю, даже будет лям 100 где-то так по итогу. Уштег Они ящер. Окей, второй бой пошлите драться. Дальше уже после этого боя сменим команду. Так, посчитаем еще раз. Серарю, Лень Куй, Монах и Джонни Кидо. Нифига себе. Получается, 4 мастера-единоборств, да? 4 мастера-единоборств, 1 Они, 2 спецназовца и 2 бойца внешнего мира всего лишь, получается, да? Так, давайте. То есть всего 9, получается, по итогу, как и должно быть. Так, не-не-не, давай ты не будешь вот это вот делать. Мы тебя быстро сейчас добьем. Ох ты, слава богу, что Они ушел. На самом деле, мне это очень на руку, чтобы сейчас первый спецприем использовать на ящера. И меня этот, как его, аж Они не истощил на, как вы понимаете, на оставшуюся силу, чтобы я мог сразу же использовать спецприем. Это мне на руку было, что он сменился. Прям повезло, на самом деле. Следующий бой, следующий. Только уже новой командой. Сейчас я поставлю ее. Нажимаем создать и ставим себе новую команду. Как я и говорил, сейчас у нас в качестве основного бойца будет Они. А в качестве дополнительных сержант и солдат. И да, посмотрите. Раз, Линь Куй, Джонни Кейдж, Серая Рю и Монах. Они все четыре мастера единоборств. Почему их сделали чит-игре? То есть, двух других фракций получается всего по два. Погнали в бой. Ящер, Аштег и Рептилия. То есть, изначально в игре было восемь. Восемь персонажей. Джонни Кейджа, Ниндзя Мима, по-моему, не было. Либо он был в качестве всегда секретного дополнительного перса. И почему они его сделали все-таки, допустим, не спецназовцем, а мастерами единоборств, я не понимаю. Потому что, ну, четыре мастера единоборств среди бронзы. Учитывая, что других фракционный по два. Я не знаю, лучше бы сделали еще одного персонажа, скажем, из преисподней. То есть, было бы два из преисподней, три мастера единоборств, два спецназовца и два внешнего мира. Мне кажется, так было бы нормально. А тут Акони вообще ни с кем не синергирует. Это как-то, ну, отстойно смотрится на самом деле. Среди бронзы. То есть, он никому не подходит. Именно поэтому, видимо, его и сделали самым сильным среди бронзовых. Ну, или, по крайней мере, самым живучим. Это да, это да. Истощение силы уменьшает шкалу силы соперника. Сила не... Да-да-да-да-да-да-да. Это мы все в курсе. Следующий бой. Аштег Они и Ящер. Кстати, да, нам не придется серебряную Соню Блэйд у нас, как это сказать-то, не использовать в третьей башне. Потому что я вспомнил, что оказывается в игре шесть Соней Блэйд, а не пять. Поэтому нам серебряная не понадобится. То есть, ее можно спокойно использовать. В принципе, не париться на этот счет. Главное, не использовать других. Потому что в последней башне нет ограничений никаких. Просто должна быть Соня Блэйд. Любая. То есть, не важно, там она серебряная, не важно, там она золотая или алмазная. То есть, алмазки тоже можно будет использовать. Это нам на руку. Давайте мы его не добьем по-быстрому. Можно было использовать сейчас второй спецприем, но мне просто лень было, потому что там надо проводить пальцем, и эта мини-игра мне не очень нравится. Плюс там ждать еще потом, ну такое себе. Быстрее будет, я думаю, вот так вот добить кулачками. Получаем монетки, и у нас почти-почти уже есть лям. Я думаю, лям следующим накопим через 4 матча или даже раньше. Через 4 матча как минимум. То есть, как максимум. Не позже, это уж точно. Потому что через 4 матча нам дадут еще немножко монет. Давайте мы с Соней разберемся по-быстрому. Давай, 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 выносись, пожалуйста, как можно быстрее. Чем быстрее, тем лучше. Так, минус ты. Да-да, конечно, истощи у меня, я не могу использовать спецприем. Да-да-да, это мы все в курсе. Так, на, получай. Модевору уже можно не тратить спецприем, так ее забьем. А вот аштека можно и подловить. На спецприеме 5 695 урона более чем достаточно. 600 монет получаем и продвигаемся дальше. Следующий бой ящер, они и оштек. Интересно, а какой у вас самый любимый персонаж среди бронзы? Здорово, ящер. Че, как оно? Как жизнь вообще? Давай-ка мы тебя быстренько вынесем и пойдем дальше по своим делам. Ящер, ящер, ящерок. Ты не шей мне, срок, ящерок. Ладно, используем первый спецприем, и все равно на него истощат нас, поэтому нет смысла его, как сказать, доберечь. Поэтому просто так. Просто используем, просто выносим они. Выносим также аштека чисто через обычные удары и продвигаемся дальше. Итого у нас уже 999 тысяч, кстати. Люблю красивые цифры. Люблю, когда монетки так прям поднимаются до тысячи. Ой, до ляма. Какой тысячи? Вот души, кстати, у нас возможно поднимутся до тысячи. Тоже будет красиво. Здравствуйте, мистер ящер. Ой, Иони. Экс, давайте добьем его. Блин, опять он истощил меня на все здоровье. Надо было просто не бить его, а подождать, пока он сам сменится. Хотя, зачем ждать? Мы сейчас новый накопим, так будет даже быстрее. Первый пошел, все, добиваем Котеля. И он не выдержит этот удар. Потому что у Котеля все-таки, мне кажется, больше здоровья, чем аштека. Даже в том положении, в котором он был. Так, все, добиваем его. Давай, первый пошел, все, добиваем Изя Вин. И получаем свои законные лям. Свой законный лям. Давай, 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 темой лям. Или нет, не хватило, опять не хватило, блин. Придется еще ждать. Или это был восьмой матч, подождите-ка. Если это был восьмой, то есть мне сейчас дадут еще монет. Нет, это был не восьмой, вот восьмой. Да, как я и думал, через четыре матча у нас будет лям ровно. Длительный урон. Это всегда неприятно, но постараемся затащить. Посмотрим, насколько это будет урон большой. Ну, он такой, знаете, средненький. Не так, чтобы сильно много урона наносить, но и не так, чтобы прям очень слабо. То есть было и слабее, как мы уже видели. Так, давайте с ящером так избавимся. А вот они можно аж вторым вынести, чтобы прям на сто процентов было. В смысле не на сто процентов, а на сто процентов, что мы его убили бы. Хотя у него так мало здоровья оставалось, что капец. Почему-то не было в этот раз серебряных персонажей в команде противника. Либо был, но я его не заметил. Быстро его вынес. Получаем 4 800. И вот у нас первый лям есть. Давай, 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 давай. Следующий. Ящер, они и канон. Вот сколько можно было бы, по сути, составить команд полных, да? То есть они сейчас составляют вот из тех персонажей, которые, по сути, ну, их всего два. То есть два мастера единоборства. Ой, фу-той, кого вы. Я сегодня путаю постоянно. Два бойца внешнего мира, из них нельзя составить отряд, поэтому они добавляют туда какого-нибудь, я не знаю, там, они. Хотя они могут, по сути, использовать канон и, допустим, поставить еще этого, аштека и ящера. Но они решают добавить они, не знаю уж зачем. Так, у нас самый противный персонаж остался, потому что он самый живучий. Но мы сейчас набьем первый спецприем, а просто его вынесем по-быстрому. Все, добиваемся, извин здесь неважно. Минимальный, максимальный урон уже более чем хватит, чтобы его добить полностью. Да, победка, как я знаю. Следующий бой. Они, аштека и ящер. Вот опять же, смотрите, о чем я и говорил. Они добавляют вместо того, чтобы добавить, я не знаю, тут сюда, Девору, Кану Серебряного, Китану можно добавить, кто там еще, Ермака можно добавить Серебряного. То есть много-много персонажей внешнего мира можно добавить вместо Они, но они добавляют Они. И в итоге это ломает синергию двух бойцов внешнего мира. То есть команда получается не полностью синергирующая друг с другом, не помогает друг другу, не бафает друг друга практически. Ну вот эти два бафают, а этот как бы сам по себе. У меня примерно точно такая же, конечно, ситуация в команде, но я-то так делаю, потому что я не могу добавить Серебряных, и они-то могут по сути. Такс, пошел Аштег, но мы с ним сейчас разберемся. Опять же, с первым спецприемом минимальный урон 3800, более чем хватило. Хватило. Странно, кстати, что хватило, я думал, не хватит на минималке, у него почти полное здоровье было. Видимо, у него было не очень его много. Следующий бой. Аштег, Они и Ермак. Вот опять же, Аштег синергирует с Ермаком. Но почему Они-то третьим персом стоит? Почему не Ящер? Ну, надеюсь, что хотя бы последней битвой будет полностью синергирующая команда, чисто из бойцов внешнего мира. Вот есть четыре мастера единоборства среди бронза, но они не делают противниками мастеров единоборств только внешний мир. Я не знаю, с чем это связано, и почему у них пошла такая тенденция в последних испытаниях. Вот так вот оно. Давайте добьем Аштега по-быстрому. Ух ты ж ты, как выскочил. Ну, извини, протан, тогда, что я могу сказать? Ух ты, выжил. Больше 6000 здоровья я имел, значит, получается. Я думаю, около 7 он имел. Так, ну, осталось сегодня ее добить. Хорошо, что он был последним, потому что... Это значит, что мы сейчас добьем его, и он... Его истощение не истощит нас, и мы, как сказать, не останемся с другими пацанами без силы. Ладно, идем дальше. Что у нас там, последний матч вроде остался, или два последних матча, что-то вроде того. По-моему, последний уже, да? Если я не ошибаюсь. Да, последний. Ваш отряд сдали врасплох, замена бойцов случайным образом. Они, Ящер, Ермак. Опять этот Они. Везде, вот куда ни глянь этот Они, ну, серьезно. Надеюсь, я хотя бы первый спецприем успею сейчас на Они набить, чтобы его по-быстрому вынести и уже за других пацанов играть. Хотя, может быть, я его и обычными ударами вынесу. Хотя он жирный. И еще смена идет. Поэтому не факт, что я успею его забить. Ну, посмотрим. Посмотрим сейчас, как это все пойдет. Так, на, получай. Ну, естественно, он сразу блок ставит. Ну, тогда точно у нас не пойдет. Мы не успеем его вынести. Да, он еще и второй раз блок поставил. И еще и атакует в ответ. Вот неприятный парень. Просто посмотрите, как он играет, а. На тебе, блин. Я успел его вынести до того, как не сменились. Повезло. Так, давайте Ящера забьем по-быстрому. Сейчас снова мне заменят персонажа. Надо использовать поэтому первый спецприем даже через блок. Постараюсь его вынести через блок. Не, не вынес. Ладно, вот это... Вот у этого первый спецприем достаточно мощный. Главное попасть не в блок им. Отлично. Выполнена задача. Скорее всего, убьет. Да, убил. Ну и этого минусуем также. Изи вин. Первая башня у нас позади. С этим у нас получилось все идеально. Ожидаем загрузки, как всегда. Первая башня пройдена. Давайте мне мои монеты. 16 тысяч. Замечательно. А мы переходим с вами ко второй башне. Только серебряные и бронзовые персонажи. Только серебро и бронза. Давайте создадим команду. Как и всегда. Можно фильтр мне, пожалуйста. Спасибо. Фильтр мне на серебро и бронзу. И также сортировочку по атаке, чтобы было удобнее. И в другую сторону. Готово. Все, ставим себе Ермака, как обычно. Ну и естественно, двух других персонажей внешнего мира на каких-нибудь, чтобы бафали. Я думаю, это будет, как всегда, Коталь. Где он у нас? Я чуть не вижу. Вот он. Коталь Кан. Ну и также какого-нибудь на атаку еще пацана. Кто у нас на атаку еще бафает? Аштег вроде, да? Давайте еще аштека возьмем. Вполне нормальная команда, я считаю. Все. Ящер Девора и Они наши противники. Нам нужно двоих вынести. Потом заменим уже команду на мастеров единоборств. Угу. Здорово, ящерок. Давайте мы его по-быстрому вынесем. Давай, давай. Отпускай свой дурацкий блок. Это минус. Дальше блок. На, больно. Пошло минус. Минус Деворка. Дальше Они идет. Я думаю, мы тоже его вынесем. Блок. Сейчас первый полетит. Да, я так и думал. Но, как говорится, уже слишком поздно для него. Да-да-да-да-да-да-да, я понял. Аштег Ермак-Ящер. Второй бой за Ермака и последний. Дальше уже будем на Скорпиончика переключаться. Все-таки его боевка мне гораздо больше нравится. Просто гораздо. Его первый спецприем, хоть и требует попадания не в блок, но при этом наносит просто королевский, конечно, урон. Как для Серебряного Персонажа, для первого спецприема очень годно. Давайте добьем Аштека. Дальше Ящер выбегает. Ауч, немного больно. Ну ладно. Так, надеюсь, ты Дашь мне не дал еще один раз ударить, к сожалению. Ну я добиваю. Так, блок не успею поставить в любом случае. Как вы понимаете. Давайте еще раз попытаюсь. Все, на, получай. Все, вносим. Изи вин. Да-да-да-да-да-да-да. Угу, они рептилия Оштая. Да блин, зачем? Вот я забыл поменять персонажа и вспомнил об этом буквально, я не знаю, через миллисекунду до того, после того, как нажал уже. Не успел. Ну ладно, пофигу. Не успел вспомнить, да. Ладно, ладно. Давайте мы добьем быстро Они. Ну подумаешь, поиграем еще немного за этого медленного чувака, который очень любит получать ответочки. Блок. Добиваем Они. Там все истощают, всю нашу силу, которую мы набили, абсолютно все. Это, конечно, неприятно, но ладно. И еще одно комбо. Все, добиваем. Так, здесь мы блок успеем. А, он не стал атаковать. Удивительно. Давайте еще раз тогда один удар и все, изи вин. Даже спецприемы не понадобились. Все-таки слабоватый. Слабоватый в этом испытании персонажей. Я ожидал, что будут посильнее. Они все-таки такие, знаете, дохленькие. Достаточно попались. Может, это и у Ермаку, потому что его бафает Коталькан на 15% в атаке. Еще и Аштег его бафает. Ну ничего, сейчас мы попробуем еще за Скорпиона поиграть. Посмотрим, как он себя покажет. Так, ну к Скорпиону мы добавим, наверное, таких пацанов, как Серайрю. Обязательно. И, естественно, добавим еще кого-нибудь. Кто там еще бафает-то. Ну, можно... Давайте я возьму и добавлю, скажем, Сабзиру. Все равно он нам не пригодится, по сути своей, больше. Погнали, ящер Девора Они. Ну же, Саб, грузи давай быстрее. Че так долго-то? Наконец-то. Спасибо большое. Уменьшенный заряд силы. Окей, как скажешь. Давай-давай-давай. И Экс. Минус ящерка. Дальше выходит Они. Его мы тоже сейчас добьем по-быстрому. Так, минус. Ну и Девора остается. Его мы тоже быстро сейчас вынесем. Че-то у него вообще мало здоровья было. Вот минус еще второй башни в том, что здесь серебряные персонажи во второй башне почему-то имеют меньше здоровья, чем бронзовые. То есть вот сейчас покажет нам противников, и это будет видно явно. Так, 6400 получаем, это понятно. Вот, смотрите внимательно. То есть у нас бронза имеет 4730 и 4... Хотя нет, смотрите, у этого побольше. Но это потому, что это Коттель. Это Коттель. То есть Коттель один из самых живучих среди внешнего мира. По-моему, даже самый живучий. Хотя нет, подожди, самый живучий Ермак, наверное, все-таки. Но если бы там была бы, допустим, Рептилия, если бы там была Девора, если бы там был Кано или еще кто-то, то он бы имел меньше здоровья, чем бронзовые персонажи. Это просто Коттель имеет больше и Ермак. А остальные все имеют меньше, чем бронза. Это странно сделано, к сожалению. Я этого не понимаю. Обычно серебро, но вот как в первой башне. В первой башне серебряный всегда сильнее бронзового, как вы могли заметить. Так, минус Коттелькан. Давайте мы вынесем его сейчас снова. Остается Рептилию забить. Ой, ящера. Я их путаю постоянно. Ящера и Рептилию. По сути, ящер это Рептилия. Рептилия это Ящер. И поэтому ты их путаешь, потому что это, по сути, одно и то же. Ну, Рептилия это как бы класс, а Ящер это, не знаю, там род, семейство, подгруппа. Я не помню, что там было по биологии. Здесь же вот опять, смотрите, вот смотрите, у Они почти столько же здоровья, сколько у Ермака. А Ермак самый жирный, как вы можете понять. Блин, ну когда уже покажут там, я не знаю, хотя бы Девору или Кану, чтобы я показал вам, что у Серебра обычно меньше здоровья. Это вот исключение, это только Коттелькан и Ермак из Серебра. Хотя тут, наверное, Коттелькан и Ермак очень часто будут встречаться. Тут будет, наверное, три персонажа встречаться. Коттелькан, Ермак и Девора какая-нибудь из Серебра. Кану, я думаю, тут вообще не будет. Хотя фиг его знает, сейчас увидим. Так, его не добиваем по-быстрому. Он нас истощает на всю колонку. Ну, что не поделаешь. Давайте добьем Аштека. Так, и у нас остается Ермачевский. Первый пошел. Копье, все, неважно сколько тут урона. Просто прожимаем, чтобы зря времени не терять. Там что-то целится. Зачем? Зачем? Ну, просто пропустим и пойдем дальше. Все равно урон фатальный по-любому. Там 9 тысяч урона минимум. Ах, да-да-да, это я в курсе. Ящер, рептилия и они. Вот, а здесь почему-то у Серебряного персонажа очень даже много здоровья. И это и рептилия. Странно, очень странно. Может быть, я был и неправ тогда, получается. Возможно, в этом испытании у Серебра не меньше здоровья, чем у Бронзы. Да, возможно, я здесь ошибся. Хотя обычно вот именно было в испытаниях такое, что у Серебра было меньше здоровья, чем у Бронзы. Это странно, конечно. Давай-давай, ящерка. Давайте мы добьем его по-быстрому. Так, ну раз у тебя больше всего здоровья, поэтому ты гарпуны получишь. 9 600 более чем достаточно. У тебя всего 8 тысяч. Поэтому без разницы, что там тебе, сколько урона наносить. Если бы у тебя было 15 тысяч, тогда да, тогда бы я бы на максимум постарался накопить. Потому что у меня максимальная, по-моему, как раз-таки где-то на 15, на 13, на 14 тысяч. Ну, думаю, наверное, где-то около 14 в среднем. У первого спецприема максимальный урон. Хотя, может и больше. Там еще если крит выпадет и все дела, но это уже... Да. Аштег Девора и ящер у нас. Окей, окей. Даже у Деворы больше здоровья оказалось, чем у других бронзовых персов. Видимо, в этом испытании они так не стали делать. То есть, что у серебра меньше здоровья, чем у бронзы. Хотя, возможно, знаете, это еще и проблема сопротивления. Может быть, у бронзы она более сильно прокачана, и у нее сопротивление больше прокачано, чем у серебра. Фиг его знает. Может быть, это так как-то работает, и поэтому мне кажется, что у серебра меньше здоровья. Так, здесь случайная замена, поэтому меня и сменили персов, как вы понимаете. Давайте я здесь не буду жадничать, просто использую первый спецприем. Ух ты, нихрена, что это жесткий. Первым спецприемом он заваншотил Девору. Нормальная такая тема, да? Ну, он получил плюс 15% к атаке от Скорпиона, как-никак. Плюс он является одним из самых дамажащих по спецприемам персонажей среди бронзовых мастеров единоборств, поэтому да. Следующий бой. Они, Каталькан и Оштек. У Каталькана аж 8 тысяч с половиной здоровья. Но это мало, это мало. То есть для того, чтобы хоть какую-то конкуренцию составить моему Скорпиону, это надо обладать, не знаю, там как минимум 20, да? 20 тысячами здоровья, а такое в этой башне не будет. Как вы понимаете, здесь так видно, что противники у нас достаточно слабенькие, хиленькие. Испытание не очень сложное, даже на высоком уровне сложности. Причем я удивлен этому. Потому что, вот скажем, испытание на Джеки Брикс костюм было гораздо сложнее, чем вот это вот на высоком уровне сложности. Даже на минимальном там было посложнее. Здесь же вообще какое-то изичное испытание какое-то. Ну да ладно, возможно, кстати, будет что-то интересное там потом в более поздних башнях. Так, опять смена. Блин, а что, две башни подряд смена? Серьезно? Это как так? Что за читы какие-то? Вроде бы же в прошлый раз была смена. Что это сейчас-то почему меняется? Фиг его знает, окей. Опять сменили. Странно, это работает, но окей. Вроде бы же в прошлом бою была смена автомати... Это случайно, разве нет? Или я слишком быстро прошел ее и не заметил, как прошел еще три боя? Да не, не может быть такого. Нет, серьезно, это был в девятом бою была смена. Вы видели? В девятом... То есть в восьмом было и в девятом тоже было. И мне награды сейчас никакой не дали. Блин, интересно. Вы видели? Первый раз такое вижу в испытании. Я думаю, это скорее всего опять же баг. Видимо, они не это... Когда редактировали испытания, как-то там напортачили. Сто процентов. Потому что, ну, случайная смена в девятом бою без заграничения, по сути, должно было быть. Плюс за это денег не дали даже. То есть за то, что я с ограничением прошел. Очень странно, конечно. Сейчас опять будет это дичи или нет, я надеюсь? Нет, вроде случайной смены в этот раз нет. Ну, не знаю, что это было, но окей. Вы сами все видели, если что. Как бы... Так, Ермачевский, давай-ка мы тебя вынесем. Нифига себе ты быстрый, когда ты тут успел ударить? Ты же медленный. Да господи, какой же ты жирный, а? Ты просто капец. Все время все заблокировал. Все, что возможно было заблокировать, нафиг все заблокировал. Так, ну здесь пять, шесть, семь и еще двадцать тысяч урона потом сверху. Нормальная тема. Следующий бой против Аштека, Деворы и Ящера. Угу, я понял вас. Идем. Я уже в предвкушении, знаете, четвертой башни, потому что в четвертой уже должны появиться золотые персонажи. Надо поскорее до туда доходить и мочить их. О, да. И алмазные там тоже будут. И мне очень хочется посмотреть, какие будут бойцы в пятнадцатом, ой, это не в пятнадцатом, в четырнадцатом, в тринадцатом, в двенадцатых боях. Потому что я хочу посмотреть и сравнить их силу с остальными испытаниями. То есть не силу, а показатели здоровья, атаки там и так далее. Вы поняли. Экс. О, добил, слава богу, добил. Так, отлично, здесь первый пошел. Чтобы долго не мучиться с тобой, мы просто тебя убьем. Угу. Ну, остается ящер, неприятный пацан. Потому что очень быстро атакует, но мы быстрее. Мы быстрее, поэтому мы его быстренько завалили и идем дальше. Что там, последний бой вроде остался, да, в этой башенке? Если я не ошибаюсь. Вроде я не ошибаюсь, но мало ли. Мало ли. Угу. Ящер, ермак и они. Ермак у нас имеет аж целых двенадцать тысяч четыреста здоровья. Вот ермака, если будем бить первым спецприемом, минимальный урон его не убьет, по сути. Так что надо ролять, ну, примерно, как минимум пятьдесят процентов дополнительного урона, чтобы мы его точно с вами убили. То есть, ноль процентов его не убьет. Надо запомнить. Но так или иначе, он все равно отваливается от первого спецприема в любом случае. Потому что там еще оглушение, вот это вот. Ну, не то, чтобы оглушение, только пошатывание, знаете. Так, ящера мы быстро добиваем сейчас. Я надеюсь, быстро. Так, выходит Тони. Вот это неприятно, потому что он сейчас истощит нас. Мда. Ну, да ладно, не страшно. Сейчас мы быстро еще один накопим. А, ну, он уже отвалится в любом случае. То есть, я сейчас могу использовать без разницы куда. В принципе, мы его убиваем. Даже вот пятьдесят процентов, шесть... Пятьдесят шесть процентов дополнительного урона его, по сути, убивало уже с полным здоровьем. То есть, здесь даже целиться не пришлось, потому что он очень много урона получил от обычных ударов. Захотел в блоке, так сказать, постоять. Ладно, давайте получим нашу награду. А именно, тридцать две тысячи монет. И перейдем уже к следующей башне, где уже наградой будут души. Только серебряные персонажи. Погнали. Только серебро. Ага. Так, составляем команду из серебряных персов. Так, выключаем фильтр на серебро. Давай, давай, загружайся уже, наконец-то. Так, фильтр, пожалуйста. Да, блин, не то нажал случайно. Окей, сейчас уберу обратно. Угу. Только серебро, все готово. А также сортировочку по атаке мне, пожалуйста. Благодарю. Сортировка вот так. И включаем, собственно, сначала Ермачевского, вместе с Коталем, вместе с еще кем-нибудь. Кто там у нас есть? Давайте возьмем Китану. Или нет, Рептилию. Китана в прошлый раз была, сейчас Рептилия будет помогать. Чисто на пару боев, не более того. Так как Ермак у нас имеет достаточно высокие показатели атаки, сыграем именно им. Потому что его еще бафает этот, на 15% наш Коталь. Второй командой будут, естественно, спецназовцы, а третий мастера единоборств. Ну и спецназовец один. Давайте мы с Ермачевского начинаем. Нормально вроде. Так, я надеюсь, успею сейчас еще одну комбо ему прописать. Но он успел блок поставить, неприятный, конечно. Но еще раз добиваемся. Сейчас получим по щам. Защититься, к сожалению, не успеваем уже. Господи, какие вы мерзкие, а! Не успеваю я вас убивать. Так, все, второй пошел. Я говорю, второй пошел. Так, ну здесь лучше, конечно, 100% набить. Потому что я не знаю, сколько у противников здоровья. Не знаю, выживет он при минимальном уроне или нет. 17 тысяч урона, это примерно 80%. То есть, теоретически мы около 9-8 тысяч урона наносим. Получается. 8, 500, 9 тысяч где-то так. Минимальный урон в блок через второй спецприем. Ну вот тут противники столько здоровья даже и не имеют. Поэтому, если что, не будем целиться. Будем так чисто шпарить весь урон. Не весь, а наоборот. Мало, много, не важно. К тому же, сейчас мы уже поменяем нашего Ермачевского на других персов. Так, здорово, рептилия. Давайте мы его быстро вынесем. На, получай. Дальше выходит Ермак. Ермак, давай, давай. Блин, какой же ты мерзкий. Что это было вообще сейчас с анимацией? Ну ладно, не важно. Как-то он быстро, вы видели, как он быстро атакует? Что-то, какие-то глюки какие-то. Именно Ермака, других персонажей он так быстро не атаковал. Хотя, черт его знает, может у меня глюки. На, получай. 18 тысяч урона. Я говорил, не буду целиться и сразу же целиться встал после этого. То есть, на 100% набил. Давайте заменим персонажей. Опять же, как я и говорил, на спецназовцев. Соня нам не понадобится серебряная, так как у нас есть 5 золотых. И еще там какая-то, по-моему, алмазных нету, я не помню. Вроде нету. Вроде все золотые так по атаке. А, я уже сортирую по атаке. Так же, давайте поставим себе Джеки. Ой, Кесси, господи, да что такое-то? Чего я путаю все подряд сегодня? Ну, естественно, Джонни Кейдж. Хотя, Джонни Кейдж в этой команде, по сути, не так уж, чтобы и нужен. То есть, он здесь, ну, практически бесполезен. Он бафает Джеки просто очень сильно на ХП. То есть, благодаря своему присутствию, он бафает ее на 40% ХП. И еще у него пассивочка, так что он бафает и Соньку, и Джеки на 15% к здоровью. Но, как вы понимаете, нам здесь практически нисколько урона не наносят. Поэтому даже вот эти бафы, они, по сути, бесполезны. На здоровье. Нам бы побольше бафов на атаку, но, к сожалению, у нас не так много персонажей, которые бафают на атаку. Особенно среди спецназовцев. Всего один. Такс. Давай-ка мы быстро Коттеля вынесем. Хотя у нас последний противник, поэтому можно первым спецприемом его добивать. В принципе, урон здесь бешеный, поэтому без разницы блок, не блок мы выносим его в любом случае. Даже не важно, сколько там процентов мы набили дополнительно. Следующий бой против Коттеля, против Ермака и против Деворы. Но этой командой мы будем, как я понимаю, как вы понимаете, играть за Даталова. Потому что у нас всего две команды, по сути, и осталось хороших среди серебра. Играем этой Даталова, и потом следующий вместе с Кеншиком, вместе с Кудзинем, еще Даталова. Угу, здравствуйте. Случайная замена. То, о чем я мечтал, нет. Коттелкан. Минус. Дальше выходит Ермачевский. Не знаю, не буду использовать на него спецприем. Использую лучше на Деворку. У него уже мало здоровья, почему-то он имел очень мало здоровья, но да ладно. Либо вот Джеки у меня имеет очень много... Да блин, какая Джеки? Кесси имеет у меня очень много атаки. Да-да-да-да-да-да, молодец-молодец. Угу, монеты, все дела. Ермак, Рептилия, Коттелькан. Вот это вот более-менее нормальная команда, потому что здесь идет три персонажа из внешнего мира, поэтому... И они достаточно неплохо синергируют друг с другом. Хотя, с другой стороны, это же третья башня, в ней тут все персонажи идут, команда из внешнего мира. Что-то я глупость сказал какую-то. Давай-давай, выходи. Минус. Следующий. Ну давай, умираешь же, господи. Ну а тебе, короче, второй. Не важно, что у тебя там три хп осталось, я просто хочу использовать второй. 30 тысяч урона примерно идет от второго спецприема. Нормальная такая сумма. Для серебра. Конечно, для золота при таких характеристиках они могут выдать гораздо больший урон, золотые персонажи. Но их серебро примерно вот такое может. Рептилия, Девора, Ермак. Тот же, допустим, Кенши, да, про которого я говорил, типа, самый сильнейший персонаж, по моему мнению. Он может выдать второго спецприема, ну, не знаю, там, 1045, да, урона примерно. А с третьего вообще еще больше, как бы. Угу, здорово, Рептайл. Че, как оно? Так, мы тебя быстренько завалим и перейдем к следующему противнику. Девора. Да это хорошо, что остался Ермак у нас на конец, потому что он самый жирный, скорее всего, среди этих... Среди этой троицы. Лучше будет его забить спецприемами. Да что она не дает мне ударить, задолбала, еще и, блин, спецприемы использует. Ладно. Извини, братан. К сожалению, Костяной щит у меня сработал. Опять же, 30 тысяч урона. Не знаю, почему мне у Кесси не получается накопить 100% этой мини-игре дурацкой. Она какая-то конченная у нее. У других персонажей эта мини-игра не настолько конченная. Но не у всех. Есть, конечно, и те, у которых тоже конченная. Девора, Каталькан и Рептилия. Это последний бой для этой команды. Потом будем играть уже за этих, как бы, мастеров единоборств, АК спецназовцев. Угу, здорово. Че, как оно? Давайте мы из Деворки быстро избавимся. Самое противное, потому что успевает ударять между нашими ударами меня. Так, господи. Эти пролаги небольшие, немножечко дезориентируют. Так, ну и давайте второй спецприем просто используем. Давайте постараемся 100% набить в этот раз. О, получилось. Ну, где-то примерно по 10 тысяч 300, если получается. А то в итоге получается 30 тысяч 900 максимального урона у второго спецприема. Без скритов, естественно. Без экипировки, без всего вот этого вот. Ладно, меняем команду, как я и говорил, на Кенши. На Кудзы не обязательно, так и не того. Ну и добавим кого-нибудь спецназовца. Не знаю зачем, просто так. Фермера. Так-то лучше, конечно, добавлять в эту команду третьим персонажем, чтобы побустить урон на максимуме. На максимум. Лучше добавлять скорпиона. Серебряного скорпиона. Но у нас серебряный скорпион имеет мало энергии. То есть мы использовали его для прохождения второй башни. Я всегда так делаю, потому что я хочу вторую башню тоже быстро проходить. Они очень долго с ней парятся там за каких-нибудь чуваков, которые не успевают между ударами ударить противника еще раз. То есть которых сами противники бьют. И поэтому они там используют спецприемы, истощают, там замедляют мое, так сказать, мое прохождение. Поэтому я скорпиона использую на предыдущей башне. А здесь Кенша, в принципе, и так справляется, да, у него нормальный какой-то комбо. Единственное, что он когда вот так вот убивает, не успевает ударить в ответ, его успевают ударить. Это, конечно, минус, но по остальным критериям он, конечно, просто хорошо очень играет. Но здесь спецприем не нужен, так добиваем. Победа! Давай, монеты мои. Это последние монеты, которые нам дают в этом испытании. Больше монет не будет. Ну, в смысле, точнее, не будут за каждый бой, как бы. Но я имею в виду за вот эти вот бои, которые там 4, 10, ой, 4, 12, 8. И в последней башне это там, по-моему, какой-то там 5, 3, этот 8. Или какой-то, я не помню, в последней башне я никогда не запоминаю, за какие бои дают награды. Но там, по-моему, дают награды 4, не 3 раза, как во всех башнях, а 4 или 5 даже. Готов. Так, давайте с Ермака начнем. Он достаточно стойко продержался, он, так сказать. Рептилия выходит дальше. Ну, рептилия от одного комбо сдохнет практически. Так, Коталь. Давайте первый спецприем используем, не буду париться здесь. Изи вин. Давай-давай дальше. Следующий бой Девора, Ермак и Коталкан. Ну, давай. Наконец-то загрузилось. Господи, как же долго ты это делаешь, а? Так, Девору добиваем сразу же, просто сходу. Кенша, что это было? Вот опять же сенсор не сработал, да, как я и говорил. Угу. Нифига себе ты жирный, Ермак. Надо было тебя спецприемом убивать и не мучиться вот так вот с тобой тут, понимаешь ли? Так, я промажу сейчас, скорее всего. Хотя, может, и попаду, фиг его знает. Не, не попаду. А нет, попал. 38 тысяч урона, это учитывая, что я накопил очень мало процентов дополнительного урона. Ну, понимаете, где-то 45 тысяч урона идет даже без скритов от второго спецприема. А с скритами так вообще жуть, сколько там урона будет от второй спецухи. Следующий бой. Рептилия, Котальканы, Девора. Одиннадцатый бой уже. Предпоследний. И с самыми неинтересными, так сказать, башнями у нас будет покончено. Дальше будет уже гораздо прикольнее. Дальше пойдут различные другие персонажи. Алмазные, золотые в качестве противников. Здорово. Рептилия, че, как давно не виделись. Угу. Так, ну рептилия минус. Слава богу. Так, Коталкан. Какой мерзкий. Ставит блоки дурацкие свои. Добьешь? Да, добил. Опача. Блин, 90 накопил. Просто хотел показать вам, что урон. Видите, даже 90 уже, 48 тысяч без скритов. То есть, это даже получается примерно 50 косарей урона со второго только спецприема у Кенши идет. Это гораздо выше, чем у Кесси. Кесси наносила максимум 30 тысяч 900. Это максимум. То есть, при 100% накапливании. Враги постепенно исцеляются. Погнали. Вот поэтому Кенши круче. Потому что Кенши наносит больше урона. Он более жирный. Он более дамажащий. Так что шах и мат эти, как его, любители Кесси. Кенши круче во всем. Серебряный, я имею ввиду. Последний бой. Враг восстанавливается. Это не страшно. Мы как медленно идущий танк. Идем и давим. Идем и давим. И нет ничего. Ничто не встанет у нас на пути. Такс. Ермачевский. На, получай в ногу. Точнее, ногой в лицо. Ну и Деворка остается. Сейчас мы ее. Давайте опять вторым. Вот опять же. В это игра конченная стала. Просто я не могу теперь попасть по некоторым кружочкам. Не в смысле того, что они маленькие слишком стали. Если я по ним нажимаю, но они не засчитываются. Понимаете? И сколько бы я не нажимал. То есть я... Допустим, ладно. Можно спереть, допустим, на то, что... Типа сенсор плохо работает. Но нет. Сколько бы я не нажимал, как вы понимаете. Не нажимается просто кружочек. Это какой-то глюк, видимо. Бак. Ладно. Мы переходим с вами в четвертой башне. В вашем отряде должны быть только персонажи из преисподней. Но для меня кажется, что это слишком слабое условие. Поэтому мы сыграем с вами только персонажами из преисподней. Алмазными. Да. Вот такое будет у меня условие. Прохождение. Поэтому нажимаем сюда. Выбираем себе персонажей из преисподней. Где они у нас? И выбираем алмазных персонажей из преисподней. Сколько у нас их хватит вообще? Да. Более чем. То есть посмотрите, сколько их. Дохренище. Так. Можно мне по атаке сортировочку врубить? Угу. Джейсон Вурхи со Скорпиона МК-11 мы ставим сразу же на вторые слоты. На второй и третий в смысле. И основным персонажем мы поставим кого-нибудь чувака посильнее. Это у нас будет Китана, темная императрица. Почему бы, как говорится, и нет. Классическая Китана, Кубудзю Цутаня, пронизывающая Мелина. Окей, погнали в бой. Как обычно, на пару боев сыграем именно за этих пацанов. Можно, кстати, в этой башне Они использовать бронзовую. Я тут подумал. Тут же нет ограничения по тому, какого качества они должны быть. И в следующей башне тоже. Ну, конечно, Они я уже тут использовать не буду, потому что у него подвиги не качаются. Какой смысл его использовать-то? Давно не играл за темную императрицу Китану. Нифига себе, как ты выжила вообще? А, понятно, почему она выжила. Ну, ясно, понятно. Сейчас мне придется за саму Китану еще играть. На, получай. Сейчас мы тебя вынесем. Подожди секундочку. Так, пошел первый. На тебе. Блин, что так мало урона? Дайте я лучше сменю обратно на кого-нибудь. Давайте на Джейсона. Почему бы за Джейсона не поиграть? Даже он посильнее будет, чем вот эта вот, блин. Ходячая. Ауч. Пошел второй. На тебе, в живот. Отлично, это минус. И убрал такой ножичек, типа нормально все. Давайте второй опять же запустим. И второй еще раз. Это минус. Немного неудобно получается играть императрицей, потому что она ворует персонажа противника, и персонаж противника имеет достаточно низкие показатели атаки. Ну, по крайней мере, я бронзу сворвал в этот раз. Это, конечно, мне не повезло с этим. Так, следующая рептилия, пчелиная матка Девора и ловкие рептилии. А давайте, знаете, челлендж себе устроим такой небольшой. Давайте, челлендж будет заключаться в том, что мы убиваем бронзу, ой, вот и серебро, за своего золотого персонажа Китану, и этим серебром, то есть этими рептилиями, мы должны победить двух оставшихся персонажей противника. Ну, знаете, такой маленький челлендж при прохождении испытаний сделаем себе. Малюсенький, совсем чуть-чуть. Потому что за рептилию играть я умею, за рептилию играть легко, приятно, непринужденно. Я более чем уверен, у меня это получится сделать. Ну, и заодно повеселее будет, потому что за рептилию серебряного мы очень редко когда играем. Вообще практически не играем никогда. Так, на, получай сразу же. Давай-ка мы тебя добьем. Все, давайте его сюда, слуга-призрак. Ну и все, погнали. Ауч, что так больно-то? Надеюсь, у тебя хватит здоровья, рептилия. Ах! Ах! Да пробивайся ты, блок тупой. Так, первый пошел. На, получай. Нифига себе, у него, во-первых, иммунитет. Так нечестно. У них у обоих должен быть иммунитет. Ладно, челлендж завален, что я могу сказать. Мне не победить этот челлендж в любом случае, потому что, ну, слишком слабый урон, слишком слабый. Еще, блин, эти пролаги, и не всегда сенсор срабатывает. Вот это очень неприятно было, конечно. Так, давай, второй пошел. Если бы спер золотого, тогда возможно. А то я спираю простая на бронзовых. Ой, не бронзовых, серебряных. Причем самых слабых. А у них еще и спецприемы не вкачаны. То есть мне дают, когда их в качестве бойцов, а у них еще и спецприемы урезаются до самого первого урона. Так, Ермак, Кара Барака и Севзиро Триборг. Но нам уже надо сменить команду, потому что это ими чисто так играли первые бои. Поэтому сейчас возьмем Скорпиона Холодную Войну, ну и каких-нибудь еще двух пацанов. Пусть это будет Кунлао, пусть это будет Джакс. В бой. Этими уже будем пять боев играть. Спасибо. Угу, наконец-то загрузилась у нас Ермачевский. Ну давай, иди сюда. Ну а тебе по башке сразу жестко. Блин, люблю боевку Скорпиона Алмазного. Очень он крутой стал. Ну именно я имею в виду Холодной Войны. Он и раньше был крутой, он всегда был крутой. Давайте посмотрим, сможем ли мы вторым спецприемом убить чувака в броне. А, блин, броня рассыпалась. Ну ладно тогда. Мне просто было очень интересно, смогу ли я убить его в броне. Скорпион, мне кажется, давно заслуживал Алмазного Грейда, как и Саб-Зиро. Холодная Война также. И Соня тоже, в принципе. Ваши тряды стали врасплох, замена бойцов случайным образом. Окей. Единственное, что я только не понял, почему не сделали Триборгов Алмазными. Потому что он тоже офигенный персонаж. Просто топовый, на самом деле. Один из самых сильнейших персонажей вообще в игре. Но в итоге сделали, блин, Ассасина Китану Алмазной, да? Которая, по сути, ну такая себе. И сделали, блин, я не знаю, там каких-то вот этих вот... Кто там еще был лох среди золотых, которого сделали Алмазным? Каких-нибудь там Джаксов, вот этим Саб-Зиро, вот этих вот призраков. С чего их сделали, блин, Алмазными вообще? Только потому что Куанчи сделали Алмазным или что? Так, минус Диворка. Дальше уходит Кано. Ну, Кано не успеет ударить. Убиваем. Первый пошел. Интересно, сколько урон будет? Что-то я не посмотрел число. 26, по-моему, да? 26 тысяч урона. Маловато, кстати, как-то. Учитывая, что у него 33 тысячи атаки у нашего Скорпиона, то это маловато, я думаю. 7 душ. Давай сюда. Триборг, Триборг и Каталькан. Почему в этот раз серебряный персонаж стоит в последнем слоте, а Триборги на первых? Это странно. Обычно вот до этого боя всегда было так, что на первом слоте стоял серебряный, а дальше уже были золотые. Почему они поменяли это? Не знаю. Наконец-то я чуть не застарился, блин. Давай, и Саб-Зиро. Триборг неприятный парень. Очень бесит меня, потому что с одного комбо накапливает себе первый спецприем и сразу же его использует. Поэтому надо быть поаккуратнее с ним. Так, Смок-Триборг. О, мы тоже добьем кулаками, он слабенький. Хотя должен иметь достаточно много здоровья, по сути. А вот спецприем 2, конечно же, я оставил на Каталькана. Почему бы, блин, нет на серебро не оставить второй спецприем? 18 тысяч урона, кстати, всего. Видимо, он блок ставил. Так, 36 при 100% накоплении, видимо, идет. Хотя нет, почему? Может быть, он даже и не в блок ударил. Фиг его знает. Я не успел посмотреть. Было там написано блок, не было. Саб-Зиро, чернокнижник Уан-Чи, Ассасин Китана. Вот, кстати, про кого я говорил. Не заслуживаешь ты, Ассасин Китана, алмазного грейда, как-никак. Ты являешься мощным по статам, особенно по атакующим статам персонажем, но не для алмазки. Как-то не пойдет она на алмаз. Не готова. Вот этого же не сделали алмазным, как его, который бронзовых персонажей апал. Как его монах Шаолиня, или как его там... Ну, в общем, этот, как его, Кун Лао, да? Если я не ошибаюсь, вроде так его зовут. Да, Кун Лао. Кун Лао, короче, с бородкой, который такой. Вот. Его почему-то не сделали алмазным. Хотя он тоже эксклюзивом является, как Ассасин Китана. А вот Ассасин Китану сделали почему-то. Фиг его знает почему. Текс. А, кстати, а чернокнижник Акума Чи вообще алмазным сделали или нет? Я чуть не посмотрел. Текс. На, получай тебе. В щи. Давайте первым попробуем. Да, он не заблокировал, поэтому его добиваем. Опс. Никаких ножичков в голову. Я пред... Как сказать? Ну, вы поняли, да? На тебе в яйца. Которых у тебя нет. Так, давайте. Опача, поймал. А, я забыл, у него же блокбрейкер на этом приеме. Это у другого Джакса удар. Это у алмазного Джакса идет, по-моему, просто удар. Или нет? У алмазного тоже, по-моему, захват. Или нет? Подождите, я что-то туплю. Это у серебряного. У серебряного идет удар. Точно. Вспомнил. И удар еще идет у золотого тяжелого вооружения. Так, рептилия, бог крови Каталькан и серая Рютакеда. После этого заменим уже команду на элитную, так сказать, команду преисподней. Ну, давай, наконец-то загрузилась. Давайте мы добьем по-быстрому Рептайла. Так, выносись, пожалуйста, братан. Спасибо. Каталькан. Бог крови. Один из моих самых нелюбимых персонажей, на самом деле, в игре. Ну, началось вот это вот полуторачасовое комбо от Токеды. Так, на, получай. Это минус 40 700 урона. Вот это нормально было. Вот это было красиво. Да-да-да, давай дальше. Ну, все, меняем теперь на другого уже перса. На самого сильного нашего перса из алмазных преисподней. А это у нас, получается, Темный Император Люкан. Ну, и также дополнительно возьмем каких-нибудь еще персонажей. Пусть это будут турнирные Куанчи и Кожное Лицо Красотка. Хотя я бы взял Фрейди. Ну, да ладно, без разницы. Девора, Куанчи, Джейсон Вурхес, Слэшер. Здесь написано, кстати, Слэшер, а когда мы начнем играть, там будет написано Рубака. Враги высасывают в вашу жизнь, чтобы восстановить собственную, окей. Фиговое испытание, достаточно легкое, абсолютно никакую роль не играет. Потому что они восстанавливают свои жизни ровно настолько, насколько наносят урона. Урона они наносят очень мало. Ну, игра. Не тормози, Сникерсни. Угу, враги кровопийцы, окей. Давай, давай, да-да-да-да, бой, бой, я понял. Что это было только что? Это так теперь работает? У кожаного лица поменялась пассивочка? А, когда оглушаешь противников, понял. То есть, зацените. У этой, у кожаного лица есть такая пассивочка, когда вы оглушаете противника, он наносит вот этот вот удар. А я, так как у Люкана пассивочка, что вы в начале матча оглушаете противника, то, как вы понимаете, здесь давайте второй используем, почему бы нет. То, как вы понимаете, он сразу же нанес удар ему. Вот это было жестко, это было красиво. Это офигенная связка получается. Вы прикиньте, это получается есть определенный процент того, что в самом начале матча вы сделаете просто охренительный урон. Потому что там еще у Люкана идет плюс к дамагу. И, естественно, атака кожаного лица, я думаю, считается как атака Люкана. Хотя это уже не точно. Но, блин, это было только что круто, мне понравилось. Давайте еще раз так попробуем. Блин, это было жестко. А в прикиньте еще Фредди Крюгера добавить. Он, по-моему, криты какие-то улучшит. Криты какие-то дает при атаке. Это было бы вообще жестко. Не ожидал даже от этой команды такого. Блин, офигенная тема получается. Конечно, там всего 20% шанса. Или, может, его повысили, черт его знает, после обновления. Но, блин, это жестко было сейчас. Вроде бы не повышали, вроде бы нет. Но, посмотрим. Давай-ка еще раз, давай еще раз так. Было бы красиво. Не, не повезло, к сожалению. Ладно. У нас еще три шанса есть. Там просто очень маленький шанс. Где-то всего 20%. Давайте вторым попытаемся через блок убить кончи. Вряд ли получится, но мы попытаемся. Да, я таки думал, что не получится. Все-таки турнирный. Как ни крути. Бесячий достаточно. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Молодец, молодец, Люкан. Следующий босс Ермаку. Будьзю Цутаня. И, естественно, Куан-Чи. Так, хорошо. Пошла жара. Нифига себе, Ермак жирный. Вы просто посмотрите, вроде серебро, но такой жирный. Даже вон Куба Цзю Цутаня такой же урон через блок получает, как Ермак получал обычными ударами. Снова второй на турнирном, но этот раз не через блок, а уже, как сказать, напрямую. Поэтому хватило урона, чтобы добить его. Да-да-да, молодец, молодец, Люкан. Как я уже говорил, ты молодец. Следующий бой Рептилия. Токедо Серерию. Фараон Гермак. Токедо Серерия. 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 Угу, здорово, рептилия Че, как оно вообще? Хотите мы его по-быстрому вынесем Ах И опять не сработало, обидно Вот это когда оно не срабатывает, конечно Один раз пока только сработало В самом начале, но это было прикольно, конечно Да ты достал, ну серьезно Серарию На, получай, не успел заблокировать? Ну, че я могу сказать? Прости тогда Умираешь Ау Как сильно фпс-то стал проседать Да ты достал, хватит это вот делать Еще и заблокировал, просто посмотрите на его наглость, а Я сейчас кожаное лицо позову Посмотрим, как тебе понравится атака кожаного лица У него охренеть сколько атаки Наверное, вообще один из персонажей, у которых очень много атаки Да-да-да, молодец Остался последний матч за Люкана завершить И четвертая башня у нас будет пройдена Че-то долго мы с ней возимся На самом деле Классическая китана пронизывающая мили на команду Кану И отхил врагов Окей Пусть сработает сейчас, ну пожалуйста Я хочу еще раз посмотреть, как это сработает Это так круто выглядело в начале Я хочу еще раз посмотреть Ну пожалуйста, ну я очень прошу Есть же шанс там, хоть какой-то, ну он должен же сработать Ну пожалуйста Конечно, с классическим Канул гораздо лучше комбится Кожаное лицо Потому что Канул часто оглушает Не один раз там, не два за матч, а много-много раз Не спецприемами, чисто обычными атаками Давай-давай-давай, сработай, ну сработай О, да, смотри, сработало Офигенно, да, то, что надо Блин, красиво, красиво Это знаете, командная работа такая читерская Такой враг думает Ну че, сейчас начнется бой И сзади такое кучное лицо В самом начале матча подбегает И такой Аааа, нет Но это естественно только при случае Если оглушается первый противник Если там будет иммунитет к оглушению Тогда не получится Экс Так, короче, еще я с тобой парюсь Я просто тебя вторым спецприемом сейчас забью и все Твой блок тебя не спасет Вообще никаким образом Ой, отхилилась после смерти уже Вот какая молодец А мы проходим с вами четвертую башню Получаем набор с бесполезным бронзовым Серебряным персонажем Я что-то бронзу все путаю на серебро И наоборот так же Даже сейчас спутал, когда сказал Че у нас здесь? Давайте посмотрим Давай, давай, открывайся уже быстрее Не тормози, мужик Дааа, да, это бесполезная карта Это у нас бесполезная карта Ну и давайте своего за 6600 любого персонажа Даже Джиги Брик, самый слабый серебряный персонаж Стоит 6600 Ладно, переходим к пятой башне Вашем отряде должна быть Соня Блейд Ну что ж, приступаем к прохождению последней башни Я хочу, 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 хочу Наверное, я хочу убирать все фильтры А, они уже убраны Ну и давайте просто тогда Нет, фильтры мне не нужны Тогда просто сортируем по атаке Хотя, подождите, фильтры мне нужны Мне нужно убрать бесполезных бронзовых и серебряных персонажей Чтобы они не мешались Вот так, вот так И по атаке давайте искать наших пацанов Во-первых, обязательно возьмем себе дублё Хотя я не буду дублёра брать Буду прокачивать опять же алмазных Так, кто у нас есть алмазный с девятью энергиями? Ты не подойдёшь Ты не подойдёшь Ты не подойдёшь Кто у нас есть? О, Рейден Давайте Рейдена возьмём Поставим его на второй слот И ищем дальше Соню Соню ищем Соню, самую слабую Самую слабую Соня Вот она у нас Это уничтожение Соня Блэйд Давайте её заменим на Джонни Кейджа Ну и основным персонажем мы выберем себе Можно мне стрелочку нажать? Спасибо Раз, два, три, четыре, пять, шесть Кен Широнин Поздравляю Вы выбраны, так сказать, главным Погнали в бой Я думаю, этого будет более чем достаточно Нам просто надо затащить Ну, игра грузилась Давай быстрее Мне нравится ещё проходить последнюю башню тем Что тут требуется по три энергии А значит мы играем с вами не за одну Не за две И даже не за три команды А за целых пять То есть я играю за пять персонажей разных Каждого три боя И, как сказать, более весело всё проходит Более разнообразно Мы проходим башню Они играют чисто одним персом Так, призрак Давай-ка мы тебя быстренько вынесем сейчас Буквально очень быстро Дальше выходит у нас Саб-Зиро призрак Мы тоже вынесем бы быстрому На тебе Хотя, может, стоило на Джакса Оставить тоже спецприём первый хотя бы Не знаю Может быть Что-то они вообще жёсткие Что это за хрень такая включилась Первый раз такую вижу Блин, успел блок поставить, к сожалению Медленный у меня спецприём, конечно Это да Ещё и выжил Ну вообще обордел совсем уже Что-то какие-то жирные они Вообще конченые на самом деле Я думал, не так жёстко будет Учитывая, что Кен Шаронин Один из самых дамажащих персов По сути 48 тысяч урона имеет Как-никак Что-то вообще какие-то Конченые были противники На самом деле Давайте посмотрим Какие вообще у них статы Потому что Ну это вообще капец какой-то Они ещё и все трёх Алмазными были Ну ясно Понятно Почему так Ну здесь слабенькие Здесь явно видно Что у них по 20 чем-то Тысяч здоровья Ну это кстати неплохо Неплохо на самом деле Ожидайте загрузку Ожидайте загрузку Ожидайте загрузку Здорово, Коталь Чё, как жизненно Как вообще чё Такс Это минус сразу пойдёт Я думаю сейчас После комбо Да, вроде бы хватает Тёмная Рейден выходит Здорово, тёмная Рейден Первый пошёл На Китану Просто тоже хочу оставить Ну и Китану добиваем так же Даже несмотря на то, что она алмазная В принципе отвалится Первого спецприёма не в блок 30 тысяч урона Более чем хватает Да, да, Кенши Молодец 700 монет Это всегда не будет лишним Следующий бой Против пронизывающей Мелины Предательница Тани И Куанчи Чернокнижника Я наверное как обычно Ставлю Шао Кана На последний бой То есть на бой с боссом Да, конечно У меня уже получается Пара персонажей Стала сильнее Чем Шао Кан Особенно если на них Экипировать Молод Гнева Но при этом Как-то сказать-то Они не могут иметь Сразу два очка энергии В самом начале бой Точнее могут Если я поставлю Скорпиона Алмазного Им в команду Но мне лень Ставить Скорпиона Алмазного И в команду Пусть так сражаются Хочется именно С одного удара убить Причем со второго Причем за Шао Кана Значит символично Так получается очень И мне интересно Убьет или не убьет Шао Кан Вторым спецприемом Со всей экипировочкой Своей Так, воскрешение Выходит предательница Таня Давайте первый спецприем На нее Ну и чернокнижника Куанчи Точно так же добиваем Изи 33 811 Хоть и не удается Не удается Очень сложно стало Накапливать Вот именно на свайпы Потому что они Как-то глючно работают Давайте заменим команду Сейчас у нас будет Наверное Еще какой-нибудь Алмазный перс Перс Я хочу следующим Выбрать Мелину хищную И также возьмем Себе в качестве Поддержки Таких персонажей Допустим Как Сейчас промотаем Я выберу Так, нет Хотя вот Пойдет Допустим Неудержимый Джейсон Вурхис И скажем Еще одну Соню Надо взять Обязательно Это Кесси Это ты не подходишь Так, это все Слишком слабые Это тут нету Опять Сони Где же Соня? Что-то я ее вообще не вижу Она должна же была быть тут Или я уже ее пролистал Там же была Соня О, Соня Блайт классическая Вот Секретность Кесси Кейдж Еще была А вот она Спецназ Соня Блайт Она видимо у меня уже Третье слияние получила Поэтому я не мог ее найти Рептилия Ловки Чернокнижник Уан Чи Мстительный Шиннек Погнали Интересно Как сейчас Можно будет прокачивать Таких персонажей Как Алмазный Люкан Классический Джакс Классический Рептилия Кто еще Рейден Классический В общем Всех стареньких Таких алмазных персов Которые были Всегда алмазными То есть Тот же Скорпион Порождение Ада Потому что Они не включены Ни в одну команду Знаете Вот и новые Которые созданы команды Типа вот Показали Видимо Показали на стриме Типа новые команды Типа Команда преисподней Команда холодной войны Команда ронинов Типа алмазные Да вот они не включены В эту команду Естественно Паков с ними Не должно быть Хотя может быть и будет Может и будет когда-нибудь Но пока вот не встречалось Знаете Так Минус ты Я надеюсь Минус Е Дальше Мстительный Шиннек Ну его надо первым Убивать Блин он свой щит Дурацкий активировал Он активировал С первого раза Когда я его Блин активирую То он у меня активируется Я не знаю там Каждые Каждые два боя Короче Один раз Если очень повезет Так Пошел первый От Куанчи Неприятный Очень бесит Меня Но неплохо Накопил мне силы Я его сейчас Просто вторым Убью Даже не важно Сколько я тут урона Нанесу Потому что первый Спецприем пойдет В блок А второй через блок Брекер имеет И наносит очень большой урон Поэтому Противник точно не выживет Видите Даже то что я накопил Там я не знаю 20-30 процентов Я нанес буквально Ну 1060 урона почти Столько противник здоровья Даже близко не имеет Следующий бой Саб-Зеро Триборг Смоук Триборг И Как его Саб-Зеро Призрак Во Ну Ну давай же Давай Здорово Спецприем 1 отключен Не страшно Меня не беспокоит Спецприем 1 Потому что Мелина накапливает силу Достаточно быстро И Самый сильный У него как раз таки Не первый А второй спецприем И мы наверное Добьем последнего противника Но Триборгов можно и так В принципе убить Либо я сейчас Использую на Триборге Потому что Что-то он как-то охренел На самом деле Ааа Он же сейчас Истащит меня Вот падла Ааа Ах Засранец У него даже еще один Спецприем 1 есть Ты задолбал Дурацкое замедление Еще мешает мне Нифига себе Он быстрый Вы видели Насколько он быстрый Это просто капец какой-то Не успевай его ударить В ответ Так на Получай сразу же Да здесь даже Не обязательно Накапливать Ну Ладно Давайте попробуем 50 Окей Ну начинается Вот сейчас пойдет Второй Да Он кстати Очень много урона Наносит вторым Спецприемом Сабзер Этот не Сабзеру А смоук Блин Еле-еле его замахал Господи Какой же он противный был Надо было блоки ставить Но блин Он не дает Не успеваю я Нанести повторный удар После одного комбо Против смоука Он очень быстрый Конечно Просто жесть Какой быстрый Давайте получим 20 душ А еще он очень жирный На самом деле Он больше всех Триборгов Имеет здоровье Предательница Таня Игрок Костя Шинок И темная императрица Китана Последний бой Для этой команды Это хорошо Угу Готов Очень долго Загрузка Конечно Была Давайте мы Таньку Быстренько Вынесем Дальше Темная императрица Выходит Давайте мы ее Тоже Разберемся С ней По-быстрому Кекс Минус Дальше Игрок В Костя Шинок Добиваем его Ну Здесь блокбрейкер Будет Поэтому он умрет В любом случае Видите 26 урона И плюс 41 тысяча То есть По итогу 67 тысяч урона Наносится Это просто Овер ДМГ Конечно же Никакой блок Этого не выдержит Это только вторая часть Спецприема Еще первая Она тоже урон наносит Хочет блок меньше Гораздо Намного меньше Так Бог солнца Католика Ну это уже не важно Давайте просто Заменим первым делом Команду В первых Я хочу добавить Еще какую-нибудь Алмазку Это у нас будет Теперь наверное Скорпион МК-11 Ну и также Добавим вместо Основного своего бойца Кого-нибудь Типа Допустим Ну Кто у нас там дальше был Дальше Шаокан Но у нас будет Ермак Поэтому Ермак И еще я возьму Соню Блэйд Сейчас надо только найти ее Следующую А именно Соню Блэйд Где ты Где ты Где ты Где ты Золотая Золотая Сонька Блэйд Да блин Сколько еще мотать-то Вот она Спецназ Соня Блэйд Давай сюда Ну и погнали А кто там Помимо еще Сони Блэйд Комбат Кап Есть из Соней Вроде бы было 6 всего Включая серебряную То есть Если по сути Одна Это идет Точнее Две идут Это уничтожение Спецназ Потом идет Классическое Потом идет А кто еще Ну Сони Блэйд Комбат Кап А по пятая Кто тогда получается Я что-то забыл Не помню Ну найдем Найдем в любом случае Да здорово Коталь А Холодная война Вспомнил Так Минус Коталь Дальше выходит У нас Джакс Блин Хотел его ударить Не в блок А в итоге Получится видимо В блок Да он блок поставил Засранец Еще и отхилится Сейчас чуть-чуть Благодаря рукам Кончи Да блин Какие же вы мерзкие стали А ну серьезно Почему такие быстрые Наконец-то Благодаря руками Ну Ну надо такова Как бы сказать Суть Фараона Ирмака А рептилия Ядовитый Слэши Джейсон Вурхи Сыкара Барака А точнее Более точная Расшифровка Карающий Карающий Барака Просто перевод здесь Как вы понимаете Не всегда Замечательный Допустим Перевели Знаете Нормально Типа Дрожь Афтершоу Карающий Барака Да нормально Перевели Как бы В испытаниях Да Сами названия Но Рейден Почему-то Стал темной Был темный Рейден Было нормально Но почему-то Что-то не понравилось Этим разработчикам Они решили Переименовать Рейдена На темную Темная Рейден Получилась А Не успел добить А Вот за это Получу сейчас Первый Да Давайте мы его Добьем И сейчас Ты получишь У нас Второй Сразу Жестко Так На Получай Сразу Все Прощай Чувак Да блин Какого Ты издеваешься Ермак Что это только Что было Вообще Как ты меня Сегодня бесишь Ты не представляешь Да Давай еще Меня руби Почему бы Нет Больше Кровотечения Давайте еще раз Второй Используем Только попробуй Сейчас промазать Чувак Только попробуй У меня кстати Сработала Эта штука И видите У меня первый Спецприем Еще остался После использования Второго Ты говню Хермак Серьезно Надеюсь Это был последний Бой за тебя Нет Это не последний Девора Пчели Наватка Холодная Война Скорпион Рептилия Кракен Продолжение следует Готов 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 Погнали Текс На Получай Немного Дамага Добиваем Дальше пошел Первый Только не ставь блок Пожалуйста Спасибо большое Хоть кто-то Понимает меня Когда играю за Эрмака Фараона С непривычки Очень часто За него фейлю За него надо правильно Играть Надо блоки ставить А мне лень Знаете Поэтому я Предпочитаю Получать тумаки За что в итоге И страдаю Люблю быстро играть Не люблю играть Медленно Ладно С этой командой Мы разобрались Так что давайте Я Поменяю команду И вернусь Так ладно Собственно Я поменял команду Вот так вот она выглядит Сайрекс Во главе И дальше Джей День Мертвых И Холодная Война Соня Блейд Погнали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ну игра Наконец-то Враг впадает в ярость Окей я понял Давайте мы его быстро Разнесем тогда Пусть впадает Мне не жалко Ауч Такс Первый пошел Добиваем Минус Второй рептилия Кракен Его мы тоже Быстренько Сейчас добьем Почему бы нет Я получаю все равно Дополнительную силу Когда истощаю противников Почему-то не истощилась Ну ясно Понятно Так Опять активировалась Какая-то непонятная хрень На Джаксе Бриксе Не могу понять Что она значит Давай отпусти Свой дурацкий блок Задолбал Сейчас еще Спецприема Меня заблокирует Сволочь такая А тебе первый Все-таки Вторым вряд ли достану С такого большого расстояния Поэтому лучше первым Вот опять Не истощилась А ну да Что я думаю Должно истощаться Это же если Я просто постоянно Играю за команду Триборгов И уже У меня вбилось в голову Что если использую Первый спецприем За Сайракса Он истощает А ведь это Он истощает Только если в команде Есть Триборг Другой Дымной Смоук Так Следующий бой Это классический Канус Сектор И Сайракс Окей Погнали в бой Я уже Хочу поиграть За Ханзу Хазаши Давно за него Не играл Так он хотя бы Будет Ну чуть-чуть Посильнее чем был Но конечно Маловато у него Прокачки Будет все равно А вот кто Следующий Будет у нас Из персонажей Испытания Честно говоря Не подозреваю Вообще То есть вроде бы Все те которые Были давным-давно В то время Они уже прошли То есть и Барайчо Был И Скорпион И Кентару И Гору Кто следующий Какой-нибудь Кун Лао Ну Кун Лао Вроде тоже был Причем еще раньше Блин Промазал Сейчас меня первый ударит Да Я таки думал Интересно Используют первый Или я использую первый Я первый Ну ладно Я первый использую Первый спецприем Все добиваем Изи Молодец Молодец Умный мальчик Следующий Пожалуйста Следующий У нас Темный Властелин Каталькан Мстительный Шинок Пронизывающая Мелина Кстати Мстительный Шинок Это по-моему Сильнейший Персонаж Испытания По атаке Минутка Так сказать Фактов О игре Ныне Из испытаний Это самый Сильнейший Персонаж Естественно Не учитывая Алмазных Только из золотых Золотых Персонажей Испытаний Потому что Некоторые Персонажи Испытания Которые были Золотыми Стали алмазными И скорее всего Испытания На них уберут Из игры Больше их не будет Теперь они Только в паках Это да Это минус Хотя я надеюсь Все таки Что оставят Пару Персонажей Хотя бы Алмазных Можно будет Выиграть В испытаниях Было бы Очень даже Неплохо Потому что Очень сложно Сейчас убить Алмазку Просто Нереально Сложно Экс Блин Ты еще и Жирный Мало того Что у тебя Больше всего Атаки У персонажей Испытания Ты еще и Жирный Экс Первый Снова Пошел Все Ези Вин За Триборгов Мы справились За Триборга Но остается Поставить Последнюю Команду Да 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 Твои Скиллы Супер Мега Крутые Все это Поняли Трибор Все Меняем Команду Нажимаем Создать И выбираем Себе Идеальную Тиму То есть Джеки Брикс Косюм Шаокан Надо Шаокану Сейчас Только Поставить Всякие Штуки Дрючные Шняги Давай Давай Открывайся Сюда Также Давайте Ему Поставим Небольшие Приколюхи Во-первых Молоднева Обязательно Давайте Руководство Карл Причем Сюда Ну и Можно Маску Дромина Конечно Маска Дромина Здесь Не особо Нужна Но пусть Будет Дополнительное Сопротивление Почему бы Вот это тема Да это жесткая Тут чисто одна Сунья Блэйд Может пройти Все три боя Фарон Ермак И Давид и Рептилия Темный Рейден Темная Рейден Прошу прощения Сейчас увидите Должно быть написано Темная Рейден В углу Сверху В правом углу Такс Длительный урон Пошел Окей Тикс Давайте Фараона Быстро вынесем Сейчас постараюсь Его подловить Успел Отлично Еле-еле Причем успел На самом деле Темная Рейден Здорово Темная Рейден Так успел Опять же Подловить Люблю их подлавливать Первым спецприемом Достаточно прикольно Это выходит Ну здесь я ничего Не успел сделать Разве что мог блок Успеть поставить На тебе Да я его так убил То есть Ядовит и Рептилия Чисто от одного комбо Отлетел Нормально Не смеши меня Да Ну и что Остается последний бой Последний бой против команды Ну естественно После этого Босс И все Испытание будет Полностью пройдено Барака Кара Слэшер Джейсон Вурхес Призрак Саб-Зиро Я понял вас Погнали Жесть-то какая У Кары Бараки 32 тысячи Здоровья Это больше Чем у любого Из алмазных персонажей Вместе с ним В команде Но кстати Это далеко От рекорда Конечно Все еще По сложности Испытания Ну Игра Пожалуйста Загрузимся Спасибо 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 Так Карбарк Ой ты даже блок не поставил Чувак Мне тебя так жаль Извини Но ты проиграл Без разницы Какой урон Так А вот ты неприятный пацан С тобой будет Не так далеко справиться Ты же воскрешаешься У нас резчик Причем написано В меню Слэшер А здесь написано Резчик Это тоже конечно Забавно Они сделали Так На Получай Как думаете Поменяется Или не поменяется Сейчас Я думаю Поменяется Да Поменялся Все таки Ха Два удара Потом сразу Молот Днева Вот это Понимаю Тема Так Сейчас будет больно Но ничего не поделаешь А у нас зато первый спецприем готов И все И мы его добиваем Можно сказать Как ты можешь так поступать С великим повелителем Сдохни Великий повелитель Ладно Ну и что ж Сейчас будем проверять Нашего Скорпиона На прочность Сколько там у него атаки Сколько здоровья Я думаю Не очень много Около 150 тысяч Да 104 вообще Но он сдохнет Он сдохнет До второго спецприема Шаокана И так же Давайте почитаем его пассивку В прошлый раз Я почему-то этого не сделал Через 5 секунд Скорпион Ханзу Хазаши Приходит в ярости От противников Того класса С которым сражается И наносимый урон Этому классу возрастает В смысле То есть я могу Трех разных классов По сути Взять себе противников И у него Менять их Каждые 5 секунд Получается Видимо так Его надо убивать Если у вас Низкая коллекция Ну то есть Коллекция Мало прокачена Я же его просто Сейчас вторым спецприемом Бью и все Это будет просто Ваншот Ваншот босса В прямом эфире Без регистрации СМС Ну давай Давай Загружайся уже Готов 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 убивать Ваншот Готов Хопача Поймали Пробой блока Срабатывает И все Прощай чувак Вспоминай как звали 106 тысяч урона И том я еще даже Не 100% накопил То есть я уже нанес ему Второй частью спецприема Фатальный урон Хотя если бы не выпало Критов И я не накопил бы 100% на спецприеме То тогда бы он выжил Но это маловероятно Потому что все таки Молднево дает криты Шлем дает криты Все дает криты А мы получаем с вами Конечно же души Давайте души сюда Кунасерерю Бесполезный Нам он не нужен Ну и самое главное Скорпион Ханзо Хазаши Из 17763 атаки И 31 тысячи здоровья Он получает Получается себе Ну давай Давай Сколько Сколько 21315 атаки И 38 тысяч 70 здоровья Как это так получается Ну на этом мы будем заканчивать Испытание у нас полностью пройдено Как вы видите Все завершено С вами был Ник Большое спасибо вам за просмотр Удачи До скорых встреч Увидимся в других видео Да и не только по этой игре Пока-пока Пока-пока